Здравствуйте, меня зовут Виктор Аганесян. Я познакомлю вас со статьей, которая вышла несколько месяцев назад. Ее авторы из DeepMind, и они предложили генеративную модель, которая позволяет учитывать симметрии в данных, какие-то, которые известны. Вот, и я начну с того, что покажу генеративные модели, которые похожи на эту модель, но пока как бы без гамильтон-новости. Значит, я начну с потоков. Значит, идея заключается в том, чтобы перейти, сделать преобразование над переменной X, которая приходит, точнее, над переменной Z, которая приходит из распределения P, сделать преобразование функции F и обратимой функции, и получить для переменной X новое распределение, которое находится под такой простой формуле. Здесь проблема для построения такой модели заключается в том, что здесь нужно находить определитель Якобиана, который имеет сложность в общем случае O от n в 3 на кубическую сложность, и поэтому нужно задавать на функцию F специальное ограничение, чтобы, собственно, этот определитель легко находился. И еще такой момент, что в потоках часто делают не одно преобразование, а просто много преобразований подряд с разными функциями F. Вот, собственно, нейросети здесь прямо визируется функция F. и вот здесь вот выписана как бы цепочка из многих преобразований. То есть в итоге мы стартуем с того, что у нас есть какой-то набор каких-то данных, точек, мы не знаем плотность этих точек, то есть просто есть сэмплы какие-то, и мы хотим построить такую модель, которая будет выдавать нам сэмплы из вот… из этого семейства точек с таким же распределением. Ну, то есть, например, можем представить, что это какие-нибудь картинки, то есть мы хотим генерировать картинки людей там, или, например, вот как было в первом докладе, там генерировать картинки вот взаимодействия каких-то частиц. мы должны… мы стартуем с точки X, это точка из нашего распределения, делаем последовательные преобразования, доходим до точки Z, и мы умеем вычислять плотность P, это какое-то простое распределение, нормальное, например, вот, и мы умеем вычислять его плотность, и таким образом мы можем вычислить плотность исходной точки, и теперь, если мы будем максимизировать логарифм правдоподобия, то мы в итоге научим такую модель, которая будет выдавать нам точки вот из этого распределения. вот, то есть, что я здесь хотел как бы еще раз сказать, что проблема в том, что здесь нужно ограничивать класс функций для того, чтобы они были легко обратимы, и они должны… у них должен легко вычисляться определитель. Вот. Теперь я скажу о модели непрерывных потоках, которая была предложена полтора года назад, потому что она в чем-то похожа на то, что я буду рассказывать дальше, вот, но в чем разница, я поясню. Значит, здесь идея похожа, но мы делаем не ряд непрерывных, точнее, дискретных преобразований, а мы говорим, что вместо того, чтобы действовать на нашу переменную z какой-то функции f и переводить ее в новую переменную x, мы говорим, что z эволюционирует по какому-то дифференциальному уравнению. Вот. То есть z в момент времени 0 — это наша старая z, z в момент времени, там, скажем, t большое — это x. Вот. Если функция f обладает необходимыми свойствами для того, чтобы такое дифференциальное уравнение имело единственное решение, то обратимость автоматически будет выполняться. То есть мы будем идти вперед — это интегрировать это уравнение вперед по времени, идти назад — это интегрировать это уравнение назад по времени. Вот. И тогда плотность будет меняться, на плотность тоже возникнет дифференциальное уравнение, у которого вместо определителя Якобиана будет стоять в правой части след Якобиана. И его вычислить гораздо проще, поэтому эта модель не накладывает дополнительных ограничений на функцию f. Но проблема в том, что я сейчас говорил о непрерывном случае, и это все работает только если мы умеем решать дифференциальное уравнение точно. А мы, естественно, только можем применять здесь какие-то разностные схемы, то есть шаг у нас не нулевой, и, соответственно, обратимость становится неточной. Вот. Но есть как бы класс таких систем, ну то есть гамильтоновых систем, в которых есть солверы, которые позволяют получить точную обратимость. То есть, например, для гамильтоновой системы можно применять липфрок-солвер, который точно обратим. И он также сохраняет объем, как, собственно, сохраняется в непрерывном случае объем для гамильтоновых потоков. Вот. То есть мы теперь вместо вот предыдущего уравнения dz по dt равно f рассматриваем вот такую систему. Нам нужна скалярная функция, которая зависит от q от p. Также здесь есть вопрос, как нам добавить переменную p, но я чуть позже об этом скажу. Вот. То есть давайте я сразу скажу, что можно z разбить как-то так, чтобы часть z сказать, что это будет q, часть z будет p. Но, во-первых, так будет сложнее применить как бы основную идею, о которой я буду говорить в конце, связанную с симметрией. Ну, во-вторых, как бы… То есть авторы этой статьи, они считают, что это не очень элегантное решение. Но это такое, как бы, не знаю, не так существенно. То есть мы сейчас будем говорить, что q — это z, а p — это новые дополнительные переменные. Вот. Тогда вместо… Здесь вот возник в правой части последней строчки th с индексом dt. Это как бы, ну, это то, как мы… Это поток вот через время dt. То есть, смотрите, я сейчас… Я вроде как перешел сейчас от непрерывного случая сюда, вот к гамильтоновым потокам, но на самом деле я перешел к потокам, которые были на первом, ну, первые, которые я упоминал, потому что теперь под th dt я буду понимать не непрерывное преобразование на время бесконечно мало dt, а я буду просто вот шаг численной схемы липфрок подразумевать, и dt у меня не обязательно на самом деле здесь маленькое. Вот. То есть, на самом деле, это несколько дискретных преобразований. То есть, мы приходим к тем же самым формулам, которые были в потоках. Там стоял определитель якобиана. Это в гамильтоновых системах то, с чего я начал, он единица. То есть, в гамильтоновых системах объем сохраняется, и липфрок это не портит. Поэтому нам очень легко вычислять плотность. Нам нужно просто вычислить точку после последовательного преобразования. Вот. Но здесь возникает другая проблема. Мы вычисляем логарифм плотности объединенной, вот s, это у меня объединенная q и p. Мы можем вычислить только ее. А на самом деле, как я говорил, наши данные — это только q. Поэтому нам нужно убрать отсюда импульс, то есть, нужно по нему проинтегрировать. И это, ну, нерешаемая задача в таком случае. Поэтому приходится вводить в вариационную плотность. Она может быть просто плотность какая-то, но от p может быть вот обусловлена на q. Вот. У нее есть свои параметры φ, то есть мы должны еще по ним теперь оптимизировать. Вот. Вместо оптимизации правдоподобия мы оптимизируем нижнюю оценку на него. То есть, ну, она, эта оценка, она ниже, чем правдоподобие. Вот. И... То есть, на данный момент у нас есть генеративная модель, в которой мы обучаем гамильтанианы. То есть, то, что мы обучаем здесь — это гамильтанианы. Вот. И теперь, как бы, самое, наверное, интересное, зачем это нужно, то есть, какие дополнительные вещи это дает. Представим, что данные, из которых мы хотим, ну, вот, ну, мы учимся сэмплировать, они обладают какой-то симметрией. Мы, как бы, мы не знаем плотности этих данных, поэтому мы должны, как бы, вот из каких-то других соображений понять, что здесь есть какие-то симметрии. Вот, например, как на картинке, здесь вот эти два, две окружности, они обладают симметрией относительно поворотов на какой-нибудь угол, ну, на любой угол. То есть, если точку умножить на вот эту матрицу поворота, плотность этой точки останется такой же. Вот. И, как, не знаю, вот основной результат теоремы Ньютера говорит о том, что если у нас гамильтониан инвариантен относительно каких-то преобразований, то существует какая-то сохраняющаяся величина, которая сохраняется на решении гамильтоновой системы. Но на самом деле нас здесь не так важно, что есть эта сохраняющаяся величина. Важно то, что мы можем, что для каждой симметрии существует какая-то функция g, которая тоже функция от q и p, которые эти симметрии генерируют. Вот здесь я показываю, как это должно происходить. То есть мы в уравнении гамильтона вместо гамильтониана подставляем этот генератор, функцию уже, вот, и решаем его относительно, ну, то есть теперь у нас вместо времени новый параметр. Вот, и, например, генератором симметрии для, вот, поворотов является момент импульса. Если мы его подставим в эти уравнения вместо функции g, то мы получим решение в виде, ну, то есть, что начальные условия q и p в момент времени t — это q и p в момент времени 0, умноженные вот на эту матрицу как раз. то есть под этим вот я подразумеваю, что EJ генерирует эти симметрии. И можно показать, что если наша плотность инвариантна относительно, вот, каких-то симметрий, например, поворотов, и мы знаем генератор этих симметрий, то скобка паусона между нашим распределением и этим генератором будет равна нулю. Скобка паусона — это вот такая величина, это двух скалярных функций, зависящих от q и p. Мы можем вычислить новую скалярную функцию от q и p. Вот. И она будет равна нулю. И основная идея вот той части статьи, которая связана с симметриями, заключается в следующем. Если мы найдем какую-то плотность простую, с которой мы умеем сэмплировать, которая будет обладать симметриями, такими, которыми обладает конечная плотность, которая нам нужна, например, вот в этом примере с кружочками это может быть гауссиана, потому что она тоже обладает такими симметриями. То есть это условие, что скобка паусона между g и p равна нулю. И если все гамильтонианы, которые участвовали у нас в преобразованиях, тоже будут иметь скобку паусона между этим генератором и гамильтонианом равным нулю, то тогда и целевая плотность будет иметь скобку паусона между g и этой плотностью ноль, а это значит, что целевая плотность тоже будет обладать такими симметриями. Поэтому мы оптимизируем с ограничениями, что скобка паусона между генератором-симметрием и гамильтонианом должна быть равна нулю. Между всеми генераторами-симметриями, которые у нас есть, и между всеми гамильтонианами, которые мы использовали. Вот. И сейчас я по их экспериментам покажу, как это в итоге работало. То есть здесь справа показана целевая плотность и та плотность, которую выучили. То есть они обучили эту модель, погенерировали из нее точки и вот показали, какая получается плотность. И сейчас вот на графиках внизу на тесте показан как бы показан лосс. И вот вы видите, что в условии конечных данных, то есть когда данных было мало для обучения, что больше похоже на реальный случай, когда не было вот этих ограничений, то есть когда задача пыталась учить плотность, не зная об этих симметриях, то есть копка по осону не добавлялся, этот член дополнительный. Вот. Задача решалась гораздо хуже. То есть вот это вот внесение этих данных, этих знаний внутрь задачи как бы помогло. Вот. Но тут эксперименты только на модельных данных, на двумерных. Вот. Все. Все. Так, давайте накладчик поблагодарим. АПЛОДИМЕНТЫ ,